Сибирь Есть настоящая отчизна Дон Кихотов Михаил Спиранский Во время Великой Отечественной войны Омск называли городом, где ковался оборонный щит Советского Союза. Сюда было эвакуировано более сотни предприятий. Кроме самолетов и авиационных двигателей, здесь производили патроны и снаряды, танки и бронепоезда. Несмотря на то, что сам Омск находился далеко от прямых боевых действий, единожды Омская область все же подверглась нападению немецких войск. И в этом факте нет ничего парадоксального. В годы Великой Отечественной войны административно-территориальная карта страны выглядела совсем иначе. И Омская область, созданная в 1934 году, она была вот таким гигантским макрорегионом, который охватывал широкие просторы Западной Сибири, вот Арктического побережья до Южных степей. Именно на севере Омской области, в состав которой во время войны входил полуостров Ямал, в акватории Карского моря и произошли события, вошедшие в историю Великой Отечественной войны, как оборона порта Диксон. Этот порт имел стратегическое значение для безопасности Северного морского пути. Здесь был расположен радиометеорологический центр, контролирующий обстановку на просторах Арктики. Кроме того, порт замыкал транзит по Енисею, а южнее располагались заводы Норильска, которые производили чрезвычайно необходимый для нужд военной промышленности никель. В летней навигации 1942 года фашисты разрабатывают план под названием «Вундерленд. Страна чудес» с целью захватить порты на Енисе и на Обь, уничтожить их и также уничтожить конвои, которые полонглезу доставляют сюда военную продукцию. Срыв навигации в результате атак на транспортные и полярные станции, а если понадобится, то и высадка десанта на стратегических участках побережья, немецкое командование считало достаточными мерами по блокировке полярной трассы. В августе 1942 года в Карское море были отправлены тяжелые крейсера «Адмирал Людцев» и «Адмирал Шеер», которые должны были стать главной действующей силой военной операции. К высадке были подготовлены 180 моряков-десантников. После бомбардировки с моря они должны были захватить порт Диксон, а затем и весь полуостров Ямал. Неожиданно крейсер «Шеер» наткнулся на советский ледокол «Александр Сибиряков», который был вооружен лишь двумя 45-мм и двумя 76-мм орудиями. Пробить броню немецкого рейдера они, конечно же, не могли. К тому же немцы пошли на хитрость и подняли над крейсером американский флаг, однако их выдало плохое знание русского языка и недостаточная осведомленность о состоянии льдов. Капитан Сибирякова Анатолий Кочарава приказал экипажу дать полный ход и повернуть к берегу. Вместе с этим в эфир в адрес порта Диксон была выпущена радиограмма. Встретили иностранный крейсер. Наблюдайте за нами. На порте Диксон батарея из необстрелянных бойцов, которые начинают стрелять практически вслепую по огромным фашистским линкорам. Немцы считают, что порт Диксон очень хорошо укреплен, дают дымовую завесу и отходят. Но при этом они разрушают наш ледокол «Александр Сибиряков». Сражение за Диксон завершилось. От высадки десанта немцам пришлось отказаться. Ни один немецкий солдат не ступил на сибирскую землю. В годы Великой Отечественной войны Карское море так и не было официально объявлено районом боевых действий. Однако подвиг Александра Сибирякова и защита порта Диксона на севере Омской области все же вошли в учебники военного дела как трагическая и одновременно подлинно героическая страница отечественной истории. КОНЕЦ